Наверное, почти каждый в детстве мечтает стать артистом. Сцена манит многих. Но воплотить мечту получается не у всех. В столице республики уже 34 года работает Народный театр «Родник». Здесь играют непрофессиональные артисты. Сегодня в театре премьера. Наша съемочная группа побывала на репетиции спектакля «Свояк» по пьесе чувашского драматурга Николая Сидорова. В Народном театре играют учителя, рабочие, журналисты. Ирина Сарбаева работает в школе, учат детей чувашскому языку и литературе. Но стать актрисой мечтала еще с детства. Даже образование Ирина получила театральное. Она окончила Чувашский госуниверситет по специальности «Театровед». Меня тянет зрители, меня тянет эта сцена. Я просто люблю быть на сцене и люблю играть для зрителей. Владимир Трофимов полгода назад вышел на пенсию. Рассказывает, что дома сидеть скучно. Раньше времени заниматься театром не было, а сейчас готов все время проводить на репетициях. Здесь как-то весело, хорошо. Заряд энергии получаешь. А дома сидишь, пенсионеры, что делать? Смотреть телевизор, валяться на диване, читать газеты. А здесь простор. Себя можно как-то, свои эмоции высказать. Театром бессменно все 34 года руководит заслуженный работник культуры Галина Скворцова. В 1986 году Труппе было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». За время существования театра было выпущено более 40 спектаклей. Репертуары, пьесы русских и украинских драматургов. Но в основном, конечно, стараются работать с чувашскими писателями. Театр сотрудничает с профессиональными коллективами республики. Недавно поделиться своим мастерством с актерами-любителями пришел и Валерий Иовлев. Я без театра не могу. С ними мне интересно, потому что они хулиганы такие же, как я. А я люблю хулиганство. А тем более сейчас, когда Скворцова хотела поставить этот спектакль, это Сидорова, Николая Сидорова, Коли. Думаю, это же мое. Почему? Так почему бы нет? Почему бы не работать с ними? Почему бы, что у меня есть набрано, которые в жизни набрал я, профессию свою, не отдать им? Народный театр «Родник» побывал во всех районах республики. Артистов знают и в других регионах России, где компактно проживают наши земляки. А накануне Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, новый спектакль народного коллектива станет хорошим подарком любителям театрального искусства. Татьяна Молокова, Алена Алтухова, Игорь Зверев, Республика.